Мозг кровоснабжается четырьмя артериями, объединенных в две пары. Пара позвоночных артерий проходит непосредственно сквозь позвоночник и пара сонных артерий, которые переходят во внутренние сонные артерии. Типовые проблемы кровоснабжения для позвоночных артерий – это сам непосредственно позвоночник, который может защищать, а может и провоцировать зажатие артерий. Для внутренних сонных – это атеросклеротические бляшки, которые сейчас сравнительно успешно оперируются. По позвоночным артериям картина следующая. Проходят напрямую сквозь отверстия в позвонках, формируя свой собственный канал, симметрично с двух сторон. В полости черепа объединяются в одну общую базилярную и питают продолговатый мозг. Продолговатый мозг отвечает за контроль давления, дыхания, цикла сна, бодрствования. И спереди от продолговатого мозга по ходу сосудов гипоталамогипофизарная система, отвечающая за гормональное равновесие. Также рядом с ним находится мозжечок, отвечающий за координацию. И вот примерно в этой области затылочная кора, отвечающая за зрение. Соответственно, при проблемах с позвоночными артериями любая из этих структур или все вместе будут давать сбои. Что может случиться? То есть в руках у меня нормальная модель шейного отдела позвоночника, натуральную величину. И вот сейчас я ее держу, как выглядела бы нормальная шея при виде сзади. То есть остистые отростки формируют вертикальную линию. Атлант, первый шейный позвонок, расположен симметрично. Положение атланта можно проверить только по его поперечным отросткам. Их можно нащупать в толще мышц. Остистого отростка, торчащего назад, он не имеет. Поэтому на рентгене его положение рентгенологи могут либо не видеть, либо не хотеть смотреть. Но так или иначе, у каждого второго, имеющего проблемы с кровоснабжением по позвоночным артериям, проблемы с атлантом. То есть, как правило, он поворачивается вокруг вертикальной оси налево или направо, в зависимости от той ситуации, которая вызвала его поворот. Проблема в том, что позвоночные артерии проходят и через его поперечные отростки тоже. И вот эти вот петли сосудистые, которые в норме предназначены для того, чтобы мы спокойно поворачивали голову и не нарушали этим свое кровоснабжение. Одна из этих петель будет натянута уже при прямом положении головы из-за его подвывиха. И получается, что в одну сторону для поворота есть запас длины сосуда, а в другую сторону уже нет. На этом основана поза Ромберга с поворотом головы. Если вы были у невролога и вам такую проводили, в одну сторону голову поворачиваешь, стоишь нормально, в другую сторону поворачиваешь, началось головокружение. Это, в общем-то, прямо указывает на проблему с одной из позвоночных артерий, которая, как я уже сказал, вызвана непосредственно позвонками. Но почему-то дальше этой диагностики у неврологов дела обычно не движутся. Для адекватного кровоснабжения по позвоночным артериям нужно, чтобы позвоночник был прямой при взгляде сзади и имел легкую дугу, направленную вперед, при взгляде сбоку. То есть на рентгеновских снимках должна быть вот примерно вот такая вот картина, ну, при условии, что рентген видит только кости. Это значит, что и с сосудами, и с нервами все более-менее в порядке. Какие типовые проблемы выявляются? Ну, во-первых, как я уже сказал, по двоих атланта. Но для того, чтобы его заметить, нужно сделать снимок через открытый рот прицельно. В противном случае его просто не видно. Поэтому диагнозы, связанные с ним, практически не ставятся. Дальше. Нестабильность 2-го, 3-го, 4-го шейных позвонков. Лучше всего выявляется на рентгене с функциональными пробами. То есть, когда вы сгибаете голову, разгибаете голову. У меня в модели штифт металлический не показать, к сожалению. В движениях в шейном отделе позвоночника, вот эта вот равномерность дуги, она должна сохраняться как при разгибании, так и при сгибании. Как правило же, 2-й, 3-й, 4-й, кто-то из них или все вместе, они движутся вперед или назад. Рентгенолог называет это листез, ретро или антилистез, то есть смещение позвонка вперед или назад. Что это означает для позвоночных артерий, видите сами. Малейшая перегрузка одного из позвонков, даже на миллиметр смещение. Видите, он уже трогает эту артерию, начинает ее натягивать. Если бы артерия была просто трубкой, это бы не вызывало проблем. Но параллельно с ней идет ее, собственно, нерв, отвечающий за ее тонус. Этот нерв толщиной с нити, на модели его нет, но он есть. И поэтому даже трогать артерию выше определенного силы давления, это уже значит вызывать ее спазм, либо механический, либо рефлекторный. Природа, в общем-то, позаботилась о нас и учла, что подобные ситуации могут возникать. Поэтому на основании мозга есть велизия в круг. Артерии, которые как раз и объединяют пару позвоночных артерий с парой внутренних сонных. То есть, если мы смотрим на человека сзади, то спереди подходящие сонные артерии отдают ветви, получается, назад и объединяются с ветвями от позвоночных артерий. И формируется круг. Он больше похож на шестиугольник, но функционально это круг. То есть, он как раз и служит для переброса крови спереди-назад или сзади-наперед, в зависимости от позиции шеи. В принципе, да, если бы у таких людей было с шеей все в порядке, и в сонных артериях не было бы бляшек, то каждая пара справилась бы с кровоснабжением задней части мозга и передней верхней поверхности соответственно. Но вот именно сочетание этих проблем, то есть, проблемы с соединительными артериями, пережатие их недоразвития или что-то другое, и с поджатием позвоночных позвонками, вот две вот этих проблемы уже рождают трудности, когда к неврологам ходят, как на вторую работу практически. Потому что вот эта вот проблема, она механического происхождения, и никакие медикаментозные методы не дадут прям-таки полного исцеления. И даже симптоматическое улучшение временное. Впрочем, вы, если сталкивались, то и так прекрасно понимаете. Требования к лечению достаточно высоки. Восстановить полностью форму позвоночника, освободить позвоночные артерии, контролировать осанку, избегать неправильных поз. В следующем видео я буду рассказывать, что можно сделать при такой ситуации самостоятельно, сравнительно дешево, безопасно, и чтобы это действительно давало эффект.